В зале все больше молодые лица. Это работники за умором. Заводской клуб даже не смог вместить всех желающих, но на этом юбилейном вечере каждый был отмечен по заслугам. Между официальным поздравлением, шоу-номерами, беспроигрышной лотереей. Каждый вынимает бумажку. Подарок. Кому телевизор, кому велосипед, третьему премия или сертификат на золото. Любовь Кузина работает на заводе более 20 лет. На торжестве сушильщица цеха номер два была признана лучшей по профессии. Коллектив всегда был дружный, сплоченный. Встретили хорошо. Никаких трений таких особо не было, хотя я поменяла в корне свою профессию бывшую. Ну а потом сначала пришла на участок сортировки, впоследствии перешла на сушильные, на сушилки нового поколения, на газовые сушилки. И вот до сих пор. Рабочие говорят, что за последние пять лет предприятие изменилось. Преобразование налицо. Это новый фасад здания, вымощенные брусчаткой дорожки. Изменения видны и внутри. В цехах повсюду современное оборудование. Полный цикл производства клееной фанеры занимает 24 часа. Ровно за сутки фанерный кряж проходит более 10 стадий обработки. Последний этап – это сортировка и упаковка. В 2005 году пост генерального директора ЗАО «Муром» заняла Ольга Тихонова. Именно с ее именем многие связывают начавшуюся в бывшем фанерном эпоху глобальных перемен. За последние пять лет, с последнего юбилея, объемы производства выросли более чем на 60%. Работаем с 29 странами мира. Это США, Великобритания, Италия, Германия, Дания, вся Европа и Египет. Со слов Ольги Тихоновой, на предприятии было полностью заменено технологическое оборудование. Сегодня фанера производится на японских станках. Благодаря этому объемы производства уже выросли на 60%. Мы гордимся своим предприятием. Мы гордимся выпускаемой продукцией, которая востребована в 29 странах мира. Мы гордимся нашими людьми. Я всем работникам нашего предприятия желаю крепкого здоровья и благополучия. А нашему заводу новых побед и свершений. Есть уверенность в том, что достигнутые успехи ЗАО «Муром» – это далеко не предел. По словам Ольги Тихоновой, в ближайшее время здесь произойдет еще одна модернизация, которая позволит увеличить объем существующего производства еще на 50%. В дальнейшей же перспективе – строительство нового завода по выпуску ДСП. Ольга Килешина, Николай Молоденов, Новости 24, Муром.